Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать высокоточный инструмент, он же поверочный брусковый уровень с помощью китайских бурбалок и 3D принтера с небольшой рассыпухой компонентов. Итак, для того, чтобы сделать такой уровень, нам нужно бурбалка 1. 0,02 мм на метр ее разрешающая способность. А вот эта бурбалка, она менее точная, потому что в этой плоскости нам очень точно устанавливать не нужно, просто примерно, чтобы вот тут точно все показывалось. Дальше, если мы повернем наоборот. У нас есть закаленная шлифованная вот такая цилиндрическая штучка и обычный болт мебельный он идет, полукруглый. А это М8. Где я взял вот такие цилиндрические штучки, это диаметр примерно 9,5 мм. На барахолке мне попался вот такой цилиндр. Не цилиндр, а подшипник. Вот такой подшипник. У него очень много этих цилиндрических роликов. Я отпилил несколько роликов. Один из них задействовал тут. Сам ролик, чтобы он не крутился, я его на суперклей вклеил просто. Дальше, сама вот эта часть с роликом, она откручивается. А сейчас вот это расстояние примерно 100 мм. Это для того, чтобы удобно было высчитывать. Вот это расстояние получится 50 мм. Соответственно, если у нас то, что мы измеряем, имеет какую-то меньшую базу, или мы хотим меньшую базу, то мы используем вот эту, переставляем ролик сюда. Можно было бы сделать еще, например, сюда, или продолжить. Ну, пока я сделал вот так. Давай я потом посмотрю, заряжу, хорошо? Нужно будет зарядить, наверное, аккумулятор. Я уже не делал поле для точек. Елисей, я вообще тут занят. Закрывай двери, Тима. Итак, поверочный уровень, и мне нужно зарядить вот эти вот машинки. В идеале, чтобы плоскость всегда проходила, должно быть три точки. То есть сейчас у нас есть ролик, он ровный, но если мы поставим на какую-то неровную поверхность, то есть он может немножко гулять вот так. Соответственно, вместо этого ролика, возможно, я когда-нибудь сделаю два винтика, например. Два винтика, которые можно будет выставлять, чтобы в этой плоскости у нас все было четко. Потому что сейчас, когда мы выставляем, мы вот этой крутилкой мы вот этой крутилкой можем выставить только основную бурбалку. А вот эту бурбалку нам, получается, нужно выставлять какими-то другими способами. Или что-то подставлять, но лучше выставлять уровень в этой плоскости того, что мы измеряем. Очень сложно что-то показывать, потому что стол, на котором это стоит, очень неустойчивый. Итак, например, вот почти установилось. Дальше мы чуть-чуть подкрутим. Даже тяжело. Мне кажется, даже от дыхания это перемещается пузырек. Регулировочный винт. Тут квадрат. Это М8. Не очень подходит, потому что очень большой шаг резьбы. Но в первой версии я решил сильно не заморачиваться. Сделал так. Если чуть-чуть повернуть, то, в принципе, можно словить и по центру выставить пузырек. Ролик выглядит подобным образом. Тут есть гайки М3 с двух сторон. Отверстие под винты М3. И под ролик отверстие, которое просто все оставляется. Но, как я говорил, на суперклей я его прижал. Тут у нас под бурбалки вылез. Немножко изоленты я и тут сделал. Вот. Наш пузырек. Я делал модель конкретно под пузырек. Так вот, с такой пипкой. Ну и в целом полностью размеры снимал. И второй пузыречек. Финальное улучшение я сделал. Ну, как предфинальное. Взял просто от какой-то коробки кусочек полиэтилена, где-то миллиметровой толщины. И сделал небольшую защиту этих пузырьков. Ввиду того, что они стоят денег. И их нужно ждать с Китая, если что. Я сделал защиту, чтобы просто так их чем-то было сложно побить. Вот. Конечно, не хватает немножко вот на эту. В идеале, конечно, эту защиту сделать из какого-нибудь монолитного поликарбоната. Например, миллиметровой толщины. И по форме ровненько вырезать. Но пока, я думаю, что он у вас работает и так. В следующих сериях я покажу, как я делал поверхные разные линейки. Что я делал с этим уровнем. Вот. И большое спасибо Диме Грандисток за его видосы. Собственно, с его прототипа большого металлического я сделал вот эту маленькую вещь на 3D принтере. Всем пока.